Привет! В этом видео я расскажу как привести кадр Asteroid Shot снятый на Mavic Air к профессиональному уровню с помощью программы Adobe Premiere. Ведь мы не хотим его видеть вот таким, мы хотим его видеть вот таким. И плюс я расскажу о цветокоррекции этого кадра. Поехали! Итак, что я хочу вам показать. У нас есть кадр снятый на Mavic Air, который называется Asteroid Shot. Вот он так выглядит. Его создал Mavic Air. Но в нем далеко не все идеально. Мы сейчас его будем улучшать. Во-первых, что я с ним сделаю? Сделаю вот такую штуку. Если вы не заметили разницу, то вот пожалуйста. Слева то, что было, справа то, что стало. Мы избавимся вот от этих ужасных черных полей и сделаем прекрасное небо на весь кадр. Это раз. Второе. Расскажу как Mavic Air управляет скоростью полета и как улучшить эту скорость. И потом расскажу о цветокоррекции этого непростого кадра. Если вам что-то не очень интересно, перескакивайте сразу на указанное время. Кстати, вот это я. Это мой друг. И мы находимся на крыше. Как мы туда попадали? Это было целое приключение. Я сделал об этом отдельное видео. Если любопытность, можете посмотреть. Вот тут я выложу где-то. Должна появиться ссылочка. Итак, к делу. Открываем Premiere и делаем новый проект. Импортируем сюда наш кадр, снятый Mavic. Создаем новую sequence. Для этого перетаскиваем исходный файл вот в эту кнопочку и создается sequence. В первую очередь вот эти черные поля я хочу сделать прозрачными, чтобы потом под них подложить небо. Мы находим точку, где начинают появляться эти поля. В этом месте я разрезаю клип. Нажимаю букву С. Разрезать клип. У нас один клип слева, который до черных полей. Клип справа, который с черными полями. Есть вариант заморочиться и создать маску, которая сделает эти поля прозрачными. Но это не просто. Я хочу это сделать с помощью эффекта Luma Key. Я переместил клип наверх. Внизу сейчас разместим просто цветное видео. Поместили под него. Сейчас верхний клип, с которым мы работаем, он не прозрачен, поэтому красного ничего не видно. Когда мы выбираем эффект Luma Key, то он делает прозрачными черные части. Но также стало частично прозрачным само изображение, которое мы не хотим трогать. И сейчас мы маской внутреннюю часть оставим нетронутой, а эффект Luma Key будет делать прозрачными только вот эти боковушки, где есть черные поля. В Ipacity нажимаем вот этот квадратик и у нас появилась маска. Сейчас она такая маленькая. Мы видим только кусочек клипа. Немножко расширим. Поля будут сужаться и все равно станут видны. Поэтому эту маску мы анимируем. Создаем ключевой кадр, нажав на эту кнопочку секундомер. У нас появилась первая ключевая точка для нашей маски. Переходим к последнему кадру и рисуем маску. Изменяем ее размер так, чтобы все еще планета была внутри, а черные поля снаружи. Кстати, у маски нам совершенно не понадобится это значение feather. Мы его делаем нулевым. Передвигаемся и видим, что черные поля обгоняют маску. Там, где вот они обогнали, мы просто подправляем маску. Это все делать можно грубо. Главное, чтобы черные поля были снаружи, а планета оставалась внутри. Теперь мы дублируем этот клип. Это делается, держим клавишу alt и перетаскиваем наверх этот же клип. Вот у нас появился дубль этого клипа один над другим. Верхний клип мы оставляем таким, какой есть. Он содержит у нас планету, а нижний клип он будет содержать поля. Мы здесь инвертируем маску. Я сделаю не видим верхний клип. То, что в красном, это у нас осталось в верхнем клипе. И теперь мы совершенно спокойно работаем с эффектом люмы ки. Мы перетаскиваем люмы ки. По умолчанию он делает эффект не так, как надо. Мы немножко подредактируем вот это значение threshold. Мы уменьшаем вот так. Возвращаем видимость верхнего клипа. Почти идеально. Только у нас остались вот здесь вот такие вот полосочки по краям. Это на границе масок. Изменяем значение Mask Expansion. Теперь мы видим, что поля полностью стали прозрачными. Все, красная подложка нам больше не нужна. Мы ее удаляем. Мы выделяем все эти клипы, которые сейчас находятся на timeline. И делаем операцию nest. И называем это Asteroid Shot без полей. То, что мы сейчас сделали, перенеслось в новую sequence, которая называется Asteroid Shot без полей. Вот она здесь внутри. И мы видим ее как целиковый клип. Теперь мы будем работать над созданием фона, над созданием неба. Если поначалу мы видим много неба, вот тут есть детали, вот эти облачка вокруг, то когда поля сужаются, то у нас часть облачков пропала. То есть они обрезаются. Чтобы сохранить все вот эти детали по краям, мы делаем следующее. Дублируем клип. Alt-перенос. Нижний клип мы замораживаем в таком положении, как он есть сейчас. Все, вот я сделал невидимый верхний клип. Нижний клип у нас просто стоит. Возвращаем видимость верхнего клипа. Переходим к самому последнему кадру. Сейчас мы нижний клип повернем и отмасштабируем так, чтобы он совпадал примерно с верхним клипом. Поворот и масштаб зависят от того неба, с которым вы работаете, того кадра, с которым вы работаете. Но примерно они одинаковые будут у меня и у вас. Я снимал в режиме 1920 на 1080 и чтобы они более-менее совпадали, надо нижний клип повернуть на минус 15 градусов и сжать его до 74 процентов. Все, вот вы видите, что у нас примерно вот эти облачка и являются продолжением друг друга. Здесь немножко не совпало, это не страшно, мы сейчас это поправим в фотошопе. Итак, это максимально то, что нам смог дать Mavic Air, вот от информации о нашем небе. Мы оставляем, видим, только верхний клип. Сохраняем этот кадр. Называем его. Теперь делаем, видим, только нижний клип. Сохраняем его. Переходим в фотошоп и открываем второй кадр. Откроем также первый клип. Вот наша фотография в фотошопе. Делаем слой заднего фона. Берем волшебную палочку. Делаем прозрачными вот эти черные поля. Снова выделяем. Ctrl-A, Ctrl-C. Копируем ко второй фотографии. Делаем слой заднего фона. Хорошо. Сейчас только нижнюю фотографию делаем видимой. С нижней фотографией делаем то же самое. Волшебная палочка. Ластик. И стираем всю вот эту черноту. Так, вот мы оба кадра видим вместе. Немножко сейчас увеличим холст. Canvas Size. Сделаем его до 135%. Хорошо. Теперь мы заполним вот этот весь задний фон. Созадим подложку для неба. Новый слой. выбираем в качестве самого темного участка самый темный участок неба. И еще даже выберем немножко темнее. В качестве самого светлого участка берем некоторый светлый участок неба. Хорошо. Выбираем инструмент Gradient. Вверху здесь выбран стиль радиальный. Мы зажимаем мышку внизу и тащим к краю. Здесь мы можем экспериментировать. Мы можем сделать градиент поменьше. Можно сделать градиент побольше. Чем дальше вы тащите, тем больше светлого будет в кадре. Ну и смотрите, как вас устраивает примерно, чтобы по тону совпадало с нашим рисунком. Примерно так. Теперь мы немножко небо это подрисуем. Во-первых, пятно от солнца. Новый слой. Хорошо. Белый свет. Берем инструмент кисть. Размер побольше. И где-то здесь у нас центр солнца. Раз, два. Второй раз лишний. Ctrl-Z. Size поменьше теперь. Вот так примерно мы нарисовали солнце. Дальше в начальном клипе мне нравились вот эти вот цветные поля. Вот здесь такие вот изумрудные поля. Мы берем этот цвет. Немножко побольше размер. 700. Небольшой прозрачности. И где-то добавим вот этого цвета. Здесь раз. Здесь, допустим, два. Здесь три. Теперь мы будем стараться избавиться от внешних четких границ. Мы берем кисть. Размер ее делаем поменьше. 400. А пести можно еще поменьше сделать. Мы берем цвет вот этого края. И рисуем. Берем здесь цвет этого края. И рисуем. Здесь, допустим, надо посветлее сделать. Берем вот этот светлый цвет. Раз. Два. Здесь тоже. И так проходим по всему периметру. Делаем как можно менее заметными поля. Ну вот примерно границы стали менее заметными. Но мы теперь избавимся от них совсем. Чтобы не было четких границ. Мы берем ластик. Размером поменьше. Небольшой жесткости. Делаем, видимо, только верхний слой. И в нем размываем границу. То же самое делаем со вторым слоем. Все. Делаем, видимо, все. Все. Теперь мы избавились от жестких границ. У нас плавные границы. На всякий случай сотрем вот эту планету. Тоже берем ластик. Где-то 700. Это мы верхним стираем. Харнесс побольше. Также избавимся и на нижнем слое от него. И на верхнем слое нарисуем в центре яркое пятно. Вот примерно так. Теперь я хочу сделать немножко виньетку по краям. Я беру нижний слой. Дублируем его. Переносим наверх. Делаем потемнее. Levels. И ластиком стираем в центре. Вот как без него. Вот как с ним. Дублируем его еще раз. Сейчас пока нижний слой сделаем невидимым. Стираем еще больше верхним. И делаем видимость немножко поменьше. У верхнего там 30. У нижнего еще меньше. Вот все. Мы закончили создание неба. Сохраняем файл. Сохраняем в Tiffy. Не нужны ни альфа-каналы, ни слои. Сохранить. И импортируем созданный файл неба. Так. В данный секвенс нам больше не нужен нижний клип. Удаляем. Кладем вместо него небо. Так. Вот у нас есть наш клип. Снизу подложено небо. Мы видим, что вот эти границы полей слишком резкие. И мы должны это замаскировать. Маскировать будем на этот раз круглой маской. Переходим к самому последнему кадру. Выбрали верхний клип. И создаем маску на этот раз круглую. Расширяем ее так, чтобы она шла по краю нашей планеты. Далее наша задача анимировать эту маску так, чтобы она, по мере того, как изменяется размер нашей планеты в кадре, чтобы она расширялась вместе с ней. Чтобы включить анимацию, мы нажимаем на секундомер. Здесь создан ключевой кадр. И дальше нам надо создать множество таких ключевых кадров, чтобы она всегда была вокруг этой планеты. Мы анимировали маску. Теперь давайте настроим ее параметры Expansion и Feather, так, чтобы высокие объекты на планете не затрагивались маской. Мы увеличиваем Expansion. Вот граница мы видим расширяется. И также мы увеличиваем Feather. В идеале вот так вот объекты на планете не должны затрагиваться вот этой зоной рассеивания. Мы должны пройти через все видео и убедиться, что это работает везде. А вот тут я сейчас делаю невидимым нижний слой. Здесь вот эти вот границы, они тоже входят в зону видимости. Поэтому здесь мы немножко сужаем маску. Пунктирная линия, она важна, чтобы она не затрагивала объекты. И мы вот так сужаем, чтобы вот эти резкие границы желательно не попали в кадр. Если они немножко поводут, то ничего страшного. Делаем маску снова видимой и проверяем, что у нас получилось. Так, все почти хорошо. В заключении того, что видите, наш задний план не двигается. Сейчас мы будем анимировать небо так, чтобы оно двигалось вместе с передним планом. Мы выделяем клип неба. Нажимаем на анимацию масштаба, анимацию поворота на последнем кадре. Они стоят на нужном месте, они стоят в нужном положении. И вот я ориентируюсь сейчас вот на эти облачка. Вот тут я сделаю промежуточный кадр. Сделаю поворот и масштаб такими, чтобы они совпадали с этими облачками. Идеально они не совпадут, примерно это делаем. Анимация неба на заднем плане начинается с этого кадра, когда его еще не видно в кадре. Поэтому нам надо подобрать такие начальные значения, чтобы когда оно войдет в кадр и появится, его движение совпадало с движением неба на переднем плане. Мы видим, что вот на этом промежутке происходит сильное расхождение в облачках, поэтому мы корректируем. Итак, мы закончили анимирование движения неба и главного клипа. Какие-то нервности есть, но когда это все происходит быстро, в процессе просмотра, то зритель не успеет заметить эти нервности. Давайте мы вот это перенесем в Nest. Хочу, чтобы вы обратили внимание на то, с какой скоростью движется изображение. Средняя скорость, чуть быстрее и еще быстрее. Мне не нравятся вот эти перепады скорости, во-первых. И в принципе я хотел бы, чтобы отлет был более быстрым, чтобы мы смотрели и здесь мы уже ускорились. Итак, тут есть два переходных момента. Одно ускорение и второе ускорение. Они происходят вполне себе резко. Мы можем найти этот момент на видео. Вот мы идем по кадрам. Видим, как меняется изображение. Вот сейчас летит с одной скоростью. А вот тут он резко ускорился. Вот была одна скорость, резко ускорилась. Мы здесь разрезаем клип. Кнопочка С, разрезать. Еще второй такой же момент. Вот он, этот момент. Вот резко здание прыгает. Вот оно было на одном уровне, и здание прыгнуло резко. Вот этот второй момент. Делаем второй кадр здесь. По моим замерениям, на границе первого и второго клипа, разница в три раза. То есть здесь, если скорость Х, то здесь скорость 3Х. И разница между вторым и третьим клипом в два раза. Поэтому, чтобы все это сделать более плавным и более быстрым, мы будем работать сейчас со скоростью клипа. Для этого мы правой клавишей жмем вот на этот значок. Выбираем Timer Mapping. Speed. Теперь вот эта линия означает скорость, с какой воспроизводится клип. Нам надо, чтобы он где-то здесь. Вот мы посмотрели секунду на героев. И чтобы он где-то здесь начал ускоряться и дошел до 300%. Нажимаем Ctrl, ставим точку. Теперь, если мы поднимаем вот эту вот паровую планочку, вот она поднимается до 300%. Левая сторона при этом осталась на 100%. То есть сейчас здесь у нас идет воспроизведение со скоростью 100%, здесь 300%. Нам надо, чтобы этот переход был плавным. Расширяем вот эти вот границы. И нам надо перейти к такому положению, когда верхушка вот этой горы, она совпадет с границей кадра. Чтобы мы постоянно ускорялись до 300% и дальше перешли плавно в следующий клип. Поэтому мы расширяем границы и подбираем нужное положение вот этой точки ускорения. Вот мы этого добились. Подставляя второй клип, убеждаемся, что у нас идет плавный переход. Да, никаких прыжков, ничего нет. Теперь со вторым клипом делаем такую штуку. Тоже работаем со скоростью. Теперь у нас левая граница должна быть 100%. Эта скорость будет совпадать с концом вот этого клипа. И правая граница должна быть 200%. Поднимаем до 200%. И делаем, чтобы этот переход был плавненьким. Проверяем, насколько плавно работают границы переходов. Снова все эти клипы объединяем, делаем Nest. Теперь наш клип немножко активнее. Без дополнительных провисаний у нас постоянное возрастание скорости. Теперь как мы работаем с цветокоррекцией. Создадим слой Adjustment Layer. Кидаем его над нашим клипом. Сложность с этим кадром в том, что он имеет два освещения. Это почти уже время предзакатное, поэтому на земле темно. Этот кадр темный. Когда мы отлетели, вокруг нас небо, кадр светлый. Начинаем вот с этого вот темного участка. Настраиваем цветокоррекцию в Adjustment Layer. Кладем Миллиметрик Color. Здесь мы не должны опускать черные места вниз, и тут все и так черно. Тут нам надо только поднимать светлый наверх. Я яркость увеличил, и теперь что мы видим, когда мы переходим к концу кадра, что у нас все слишком ярко. Нас это, конечно же, не устраивает. Как мы с этим будем бороться? Мы настраиваем прозрачность этого слоя. Здесь сделали ключевую точку. Здесь сделали еще одну ключевую точку. И это упустили вниз. То есть здесь у нас эффект работает 100%. Здесь он уменьшается, уменьшается, уменьшается. И мы видим наш оригинальный кадр. Теперь нам надо корректировать вот эту часть. Снова берем Adjustment Layer, кидаем его сверху. Создаем симметричные точки. Только здесь мы опустим левую точку вниз, а правая будет на 100%. То есть те эффекты, которые мы применим, цветовые эффекты, которые мы применим к верхнему клипу, они в начале не будут иметь влияния, а под конец как раз они станут 100%. Мой пример немножко подглючивает, и когда я делаю этот эффект, то у меня они работают неправильно. Поэтому, чтобы это все заработало, я помещаю два нижних клипа в еще одну отдельную секвенс. Вот мы его спрятали. И теперь, когда мы здесь будем работать с эффектом, то у нас эти эффекты будут обрабатываться правильно. Настраиваем эффект здесь. Мне нравится, как с этим луком выглядит небо. Вот обратите внимание, вот без него небо такое плоское, и с ним облака так ярко, контрастно выделяются на фоне неба, поэтому я использую его. Но на 100% это слишком много будет выкручивать, может быть мы чуть поменьше. И настроим базовые настройки. Сделаем это немножечко совсем, просто добавим контраста. В данном кадре нельзя сильно повышать вот эти whites. Потому что у нас будет вспыхивать небо. Здесь я немножко с цветом поиграю, все слишком синее. Немножко потеплее, немножко теплоты в этот мир. Примерно так. И последнее, что я хочу сделать, снова погрузить их в отдельную секвенс. И чтобы этот клип был совсем готов, я переворачиваю его скорость. Потому что мне кажется, что он очень выразителен, если мы начинаем вот с такого вида планеты и заканчиваем подлетом к героям. Давайте проверим, что же у нас получилось. Да, неплохо бы добавить сюда какой-то звуковой эффект. Если это видео было для вас полезным, то пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки. В комментариях напишите какие-то свои предложения. Наверное, я не все делал самым оптимальным образом. Что-то можно сделать лучше, быстрее. Пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok